Очень часто возникает проблема в бассейне, когда ваши очки пропускают воду или же потеют через каждые 25 метров. Хлорированная вода может раздражать глаза, а запотевшие очки могут привести к столкновению. Почему это происходит и как с этим бороться, давайте разбираться. Меня зовут Александр Бубнов, я мастер спорта по плаванию и мы начинаем. Друзья, ну а перед тем, как продолжить, хочу пригласить вас на наши выездные кемпы. Это сборы и интенсивы по плаванию, где мы тренируемся на суше, в открытой воде и, конечно же, в бассейне. Прокачиваем свою технику, делаем видеоразборы и, помимо этого всего, неформально общаемся, заводим новых друзей и получаем массу положительных эмоций. Календарь всех сборов 2025 года я оставлю в описании. Я календарь! Оставлю в описании. Заходите, мы добавили несколько новых стран к нашим поездкам. Ну и переходим к теме ролика, давайте разберемся, почему же очки запотевают. Итак, есть одна глобальная причина, она заключается в разнице температур в самих очках и снаружи. Очки, как правило, очень близко прилегают к вашему лицу и вместе с вашей кожей нагреваются и внутренние линзы. Снаружи температура воды 27-28 градусов, если это нормальный бассейн. И, конечно же, когда линзы начинают греться, температура линз становится выше, чем температура воды и образуется конденсат, что, конечно, ведет к запотеванию. Эта проблема особенно заметна на скоростных и очень тяжелых тренировках, потому что ваше тело очень сильно нагревается, температура лица повышается, а вместе с ней повышается и температура линз в очках. Идем дальше. В целом, корень проблемы мы разобрали, но бывает такая ситуация, когда вы купили новые очки, сначала они не потеют, а потом вдруг раз и начинают потеть. Что же происходит? Это брак? Нет, это не брак. Просто очки имеют заводское покрытие антифок, которое помогает не запотевать им благодаря химическому составу. И, конечно же, со временем это покрытие стирается, эффективность его понижается и очки начинают потеть. И, к сожалению, этого процесса вообще никак не избежать. Поэтому очки начинают поддаваться разнице температур и, как результат, потеть. Чтобы устранить эту проблему, существует три популярных способа среди профессиональных пловцов. Способ номер один. Нанести новый антифог, который продается в магазине. Вариант действительно очевидный. Здесь главное не переборщить. Если вы нальете слишком много антифога и не промоете, как следует, очки водой, может произойти раздражение глаз, что, конечно, никому не нужно. Поэтому внимательно читайте инструкцию и будет все отлично. Если говорить вкратце, то способ нанесения довольно простой. Вы просто пшикаете на очки спреем, ждете, когда образуется определенный слой защиты и далее тщательно промываете очки под пресной, не соленой водой. Итак, способ номер два, мой любимый, это облизывание линз внутри. Слюна, как известно, лучшая любых химических препаратов. Вам необходимо просто промокнуть очки языком и далее промыть их водой. Это поможет образоваться небольшой пленочке, которая предотвращает запотевание. Правда, повторять данную процедуру придется довольно часто, потому что эта пленочка очень недолговечная. Ну и способ номер три. Способ народный. Вместо антифога и слюны вам поможет дешевый шампунь. Вам просто необходимо налить шампуня внутрь линз очков, немножко подождать, когда образуется пленка и далее обильно промыть водой. Лучше всего это делать под душем. Данный способ я не рекомендую, так как химический состав многих шампуней не проверен и может также раздражать глаза. Вообще, второй способ топовый. Слюна лучше любых реагентов. Ну и как общая рекомендация, говорю, что не стоит трогать очки внутри. Ни пальцами, ни через салфетку, ни полотенцем. Вообще никак туда не лазите. Единственный доступный способ, это как раз ваш язык. Если вы будете лазать в очки пальцами, вы можете их поцарапать и тут уже даже слюна вам не поможет. Идем дальше. Давайте обсудим, почему же очки протекают. Как это происходит и как это устранить. Ну, во-первых, попробуйте чуть посильнее затянуть резинку. Я бы догадался. Возможно, что очки болтаются на вашей голове и в этом кроется вся причина. Но и перетягивать очки очень сильно не нужно, так чтобы ваши глаза вдавливались в глазницы, не стоит. Это может привести к неприятным ощущениям и к очень сильным следам после тренировки. Если даже затягивание резинки вам не помогло, то причины может быть две. Первая причина заключается в том, что очки вам не подходят анатомически. Они просто некачественно прилегают к вашим глазницам и пропускают воду в определенных местах. Чтобы качественно подобрать пару очков, которые подходят именно вам, необходимо в магазине перед покупкой прижать очки к глазницам. Если очки прилипли хотя бы на одну секунду, значит они вам подходят. А если сразу отпадают и вы чувствуете, что внутрь проникает воздух, то скорее всего придется подобрать другую модель. Еще одна причина может заключаться в том, что ваши очки просто стали старыми. У всего есть свой срок годности, даже у очков. Для пловцов это расходник. Да, дорогой, да, красивый, но все-таки расходник. Резинки могут просто рассохнуться, либо сгнить. И в таком случае лучше такие очки уже не надевать. Например, у меня очки, в которых я выиграл наибольшее количество соревнований и стал мастером спорта, лежат дома в коробочке в качестве сувенира. С вашей старой моделью я предлагаю поступить так же. Ну а вам лучше купить новую. Так и плавать будет комфортнее. И похвастаться перед сокомандниками вы тоже сможете. Но какие бывают виды очков, как их грамотно подобрать и где взять, мы рассказываем на нашем канале. Подписывайтесь, здесь много всего интересного о плавании. Ну а с вами был Александр Бубнов, мастер спорта. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok